Вот у меня по постановке одно тяжело, да? Лёгкая трость, переизбыток дыхания, дыхание не выходит, и скоро остановка сердца грозит. Чуть-чуть поплотнее трости должны быть, чтобы было усилие, было сопротивление инструмента. Дальше. Чуть-чуть пониже инструмент держать. Сейчас вот так, а хочется вот так. Почему? Воздух должен идти, как бы, попадать в отверстие муштука. А когда очень высоко, он не резонирует от верхней вот этой площадки муштука сразу сюда. И плюс ко всему, при высокой постановке кларнета зажат только кончик трости. А кларнет, когда ниже, вот уже зубы тогда опускаются ниже, и больше вибрирует трость, больше тембра в звуке появляется. Попробуй сейчас чуть-чуть опустить. Еще раз эту тему можно посмотреть. Вот как бы, голову выше, да. Чуть ниже кларнета. И опора на верхние зубы, как будто ты кларнет от себя отталкиваешь. КОНЕЦ И следить за качеством звука. Если чувствуешь, что где-то потрескивает, где-то что-то такой, песочек появился, значит, что-то не то. Не передавливай трость, освободи. Больше дыхания. Дыхание, дыхание, дыхание. Не сжимай так трость сильно. Чуть-чуть. Свободи. Вот ощущение, что ты зубами держишься за кларнеты, если отпустишь, то упадешь. А вот нужна абсолютно свобода здесь. Нужна свобода. Мышцы губ, конечно, должны быть напряжены. Они у нас как шина, что ли, на колесе. Есть диск, это челюсть или мундштук. Он удерживает это давление шин, чтобы не сдавило. Мышцы губ у нас достаточно напряженные. А челюсти не должны сжимать трость сильно. То есть достаточно свободная должна быть постановка челюстного аппарата. Сейчас что-нибудь еще сложное найдем. Вот сыграю вот эту тему красиво. Вот послушайте. Си оборвалась и все. Бал. Красивое платье. Молодец. Очень хорошо. Вот музыкально у тебя все будет замечательно. Вот здесь чуть-чуть исправить. Очень-очень зажат звук. Хорошо? Поплотнее тросочки, может эту там обрезать. Скоро педагог приедет, поможет с тростями. Вот вкратце пожелания. А так, конечно, тут очень много всего можно рассказать. Я думаю, что у тебя все впереди. Спасибо. Очень хорошо. Давайте, Розалю, поддержим аплодисментами. Спасибо. Есть у нас еще желающий? Сколько у нас по времени? Времени мало. Времени. Давайте. Дима Сгонник. Один человек, наверное. Студент первого курса. Мы с Димой знакомы. Привет, Дима. Дима приезжал в Москву. Мы даже с Димой как-то занимались вместе. Дима с Димой как-то занимались вместе. Очень многие считают, что точнее всего надо исполнять немецкую музыку. Это неправда. Точнее всех, как ни странно, выписывали в нотах каждую подробность, каждую деталь импрессионисты. Дебюси, Равель. У Дебюси просто нет ноты без обозначения. Он все, что хотел, он написал. Поэтому здесь добавлять что-то свое, мне кажется, не очень разумным. Вот ты здесь сначала замедляешь, потом ускоряешь, а он уже все выписал. Вот постарайся это все сыграть достаточно ровно. Потом вот эти две фразы, очень сложные. Всегда вот три ноты, эти первые сыграть легатиссимо, чтобы они соединялись, чтобы был красивый тембр. Еще надо подумать, как их сыграть, куда распределить акценты. Может быть на первую, можно на вторую ноту. Твоя задача это сделать по-разному и убедительно. Последи за тем, чтобы все-таки оставался полный. Все очень ровно. Вот не дотягиваешь с точкой вот эту нотку. Вот. Хорошо. Не додержал, не додержал первую ноту. Вот очень строго все. Вот. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Не так быстро. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Ага, очень хорошо. Вот что касается звука, вот тут как раз у импрессионистов много задач. Он не должен быть просто прямолинейным и однообразным. Вот тут раскрашивать и просто поле для деятельности большое. Можно чуть-чуть пользоваться вибрацией. Но это не та вибрация, которая в джазе. Это, конечно, пошло в этой музыке звучит. Но вот ощущение, как будто ты насвистываешь что-то. И вот здесь у тебя в ртовой полости формируется вот эта вибрация. Но она не постоянная вот такая. Где-то... Она еле уловимая, но она делает звук немножко более полетным. Не везде. То есть где-то вот чуть-чуть можно добавить. Не увлекайся этим сильно. То есть это вот первое время везде захочется, конечно. Вот здесь отдели все-таки. Вот лига заканчивается. Постепенью. Кнозю. А ну, вот лига заканчивается? Не-не-не, нет, в темпе. Тара-тара-тара-тара-там-пам-пам-пам. Хорошо. Обратим внимание на то, что здесь точек нету в первом такте. Тара-тара-тара-тара-тара-тара. Здесь длинные ноты. А дальше появляются точки. Но нигде не сказано, что ты должен ускориться и взлететь на Луну неожиданно. Только дойти до темпов в два раза быстрее предыдущего. Ты сейчас уже отбросил первую ступень, и сейчас спутник улетит. Понимаешь? Держись. Постепенно. Не так быстрее. Два, три. И вот он опять. Три, четыре. Хорошо. Вот эти нотки длинные ми бемоли, их постарайся не раздувать каждый раз. Три, четыре. Три, четыре. Раз. Два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два. Дима, чуть-чуть меньше вот этой свободы. У тебя почти импровизационность везде присутствует. Все-таки достаточно четкий темп. И постепенное успокоение. Раз, два, раз, два. А почему? Передержал четверть. Раз, два. Чуть-чуть медленнее. Еще спокойнее. Но, да, то есть твоя задача довести вот эту умпью ретену, постепенное замедление, не к тому, что остановиться и потом заново, а то двигатель заглохнет, довести до следующего темпа. Ты же видишь, дальше с керцанда четверть равна 72. То есть твоя ретену должна быть рассчитана именно к этому темпу, чтобы не было медленнее.